Родина не забудет. Награды от главы государства родственникам погибших в борьбе с пандемией врачей вручил Аким Алматинской области. Народная поддержка. Жители восьми сельских округов Акцузского района оказали помощь медицинским работникам. Вирус добра. Меценаты Талдыкургана продолжают обеспечивать медицинские учреждения кислородными концентраторами. 15 июля, согласно указу главы государства Касым Жомарта Токаева, орденом Борис второй степени посмертно награжден главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов. Награжден посмертно орденом Курмет и врач Центральной районной больницы Жамбылского района Бегалидин Алашбаев. Сегодня в торжественной обстановке заслуженные награды от имени президента страны вручил вдовам умерших Аким Алматинской области Амадык Баталов. Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году. С самых первых дней эпидемии коронавируса находился на передовой и регулярно посещал больницы, стационары, сампосты, доблестно выполняя возложенные на него обязанности. Врач Жамбылского района Бегалидин Алашбаев скончался в 36 лет. Постоянно контактировал с больным и коронавирусом, переживал за каждого, работал, отдавая всего себя ради здоровья граждан. Мировая эпидемия уже забрала немало выдающихся личностей. Кайрат Баймухамбетов и Бегалидин Алашбаев самоотверженно выполняли свою работу и навсегда останутся в памяти казахстанцев. Мой супруг всегда мечтал стать врачом. Лечить людей и быть полезным обществу было его призванием. Он отдавался работе всецело. Спасибо большое президенту страны за высокую оценку его труда. Он бы еще много мог сделать для страны и для народа, но судьба распорядилась иначе. В условиях пандемии и коронавирусной инфекции власти Алматинской области принимают превентивные меры по наращиванию медицинских мощностей. В регионе оборудуют новые инфекционные стационары, привлекают дополнительные кадры, чтобы быть готовыми к любым ситуациям. Как организована работа медиков в одном из крупнейших районов области, расскажет наш корреспондент. Благодаря принимаемым эпидемиологическим мерам обстановку с заболеваемостью на данный момент удалось стабилизировать. В центральной районной больнице создано провизорное отделение на 120 коек, а в прилегающем здании Туобану есть возможность принять еще 130 человек. На базе медучреждения имеется 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 рентгеновские установки и 1 компьютерный томограф. В районе наиболее активная в сравнении с другими регионами области демографическая ситуация. Тем не менее, по словам заместителя директора районной больницы Айдара Солтангазиева, проблем с обеспечением необходимых лекарственных средств и лечением пациентов нет. В нашей больнице есть фильтры для приема пациентов. Развернуто два провизорных отделения, которые могут принять до 250 пациентов. На данный момент у нас проходит лечение 194 человека. Также, чтобы обезопасить семьи нашего медперсонала, районный Акимат выделил для сотрудников больницы отель. Там они находятся между сменами. Стоит отметить и работу больницы в селе Буралдай Ильейского района. Сельское медучреждение с 30 июня приняло 280 пациентов в отделение коронавирусной инфекции. Из них выписано с улучшением 167 человек. Нашей съемочной группе удалось лично пообщаться с пациентами Буралдайской больницы. Многие чувствуют себя заметно лучше. Четыре дня у меня не спадала температура тела ниже 39 градусов. Позже мы обратились в эту больницу. У меня сразу сняли рентген, определили в палату. Спасибо большое медикам за их нелегкий труд. Я сам страдаю диабетом, но здесь чувствую себя безопасно. Вчера сдал здесь ПЦР-тест. Сказали в течение трех дней, узнаем результат. Провизорное отделение больницы оснащено всем необходимым оборудованием, средствами, индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Имеется четыре аппарата ИВЛ для пациентов с двухсторонней пневмонией. Здесь их насчитывается 54. Также есть централизованное снабжение кислородом. В марте месяце мы принимали около 50 пациентов за сутки. В последнюю неделю наблюдается спад поступающих пациентов. Для врачей и медперсонала лечебное учреждение стало вторым домом. Медики признаются, что пандемия полностью изменила привычный распорядок их жизней, но сдаваться они не намерены. В целом в Алматинской области на ликвидацию коронавирусной инфекции выделено 3 миллиарда тенге. Из них 500 миллионов направлено на закуп медикаментов, а 2 миллиарда, включая резервные 700 миллионов тенге, потратят на приобретение жизненно необходимого оборудования. Концентратор кислорода и более 200 противовирусных препаратов подарила коллективу областного кожно-венерологического диспансера Телекция Центральной аптеки Талкургана. Сейчас в учреждении лечатся 70 пациентов с диагнозом COVID-19 и пневмония. Всего имеется 80 коек. Напомним, ранее усилиями бизнесменов 10 концентраторов кислорода преподнесли в подарок областной больнице. Еще 60 планируют приобрести на следующей неделе. Их равномерно распределят по больницам Талкургана и близлежащих районов. Врачам терпение, здоровье. И наш народ, чтобы сплотилось и вместе, чтобы все перенесли. Это непростое время. Дай Бог всем здоровья. Думаю, патриоты нашего города, нашей страны так и так оказывают помощь. Хотелось бы побольше, чтобы таких патриотов, которые делом показывали, не словами, а делом. Сила в единстве. Жители 8 сельских округов Аксулского района собрали для медицинских работников Центральной районной больницы гуманитарную помощь на сумму более чем 600 тысяч тенге. Благотворительная акция неодноразовая и прошла под девизом «Соревнуйтесь в благих делах». Продолжит Алексей Цой. 64 медработника вот уже два месяца живут в школе-интернате, в изоляции от семей и родных. И все потому, что каждый день они борются с коронавирусной инфекцией. Такие меры крайне необходимы. Важно защитить своих близких и предотвратить распространение инфекции среди населения. После работы они не идут домой, идут сюда, здесь отдыхают. Спасибо Акимату, что организовали хорошее помещение. В помещении имеется душ, сангигиенические помещения, баня. И здесь, конечно, соблюдается у нас карантинное мероприятие. Поддержку медицинским работникам изъявили желание оказать жителей восьми сельских округов. Основные продукты и кумыс для поддержания иммунитета. Ведь ни для кого не секрет, что кумыс обладает ценными питательными свойствами. Но главное, говорят организаторы, это моральная и психологическая поддержка. Огромное спасибо нашим согражданам за то, что в такое время помогают, чем могут. Здесь мы живем уже полтора месяца. За это время не видели свои семьи. Работаем посменно. Так как у нас реанимационное отделение, у нас лежат тяжелобольные. Свою лепту в поддержку района вносят бизнесмены и предприниматели. Они везут лекарства и препараты, которые сейчас особенно необходимы пациентам. Сейчас в Аксусском районе более 150 зараженных коронавирусной инфекцией. 19 человек вылечились. Загруженность коек идет на спад, говорят специалисты. Но это не значит, что нужно расслабляться. Работа по стабилизации эпидситуации в районе продолжится. А жители, в свою очередь, намерены и далее помогать и поддерживать медиков. Алексей Цоя, Блэй Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ, Аксусский район. Потасовку водителя авто и работника железнодорожных путей сняли на видео в Уральске. Любительская съемка была снята предположительно на переезде по Жилаевской трассе. Водитель автомашины Митсубиши с армянскими номерами пытался проехать через железнодорожные пути, несмотря на приближающийся состав. Машина оказалась между шлагбаумами. Между водителем и сотрудником железнодорожного переезда разгорелся конфликт, едва не переросший в драку. К счастью, обошлось без происшествий. Сотрудники батальона патрульной полиции изучают видео и устанавливают личность водителя. Ночной ливень подтопил дворы и дома в Восточно-Казахстанской области. Вечером 19 июля в селе Жана-Аул Тарбогатайского района прошел ливень, ставший причиной потопления 10 частных домов. Уровень воды в них достигал 20 сантиметров. Это стало причиной частичного разрушения саманных стен нескольких хозпостроек. 20 пострадавших жителей подтопленных домов размещены у родственников. Сотрудники службы пожаротушения района при помощи мотопомпы откачали около 7 тысяч кубометров воды. В настоящее время региональная комиссия оценивает ущерб. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом все озера на территории Иремитаусского района Акмолинской области закрыты для посещения. Среди них знаменитое розовое озеро Кобейтус, а также Тенис-Курбет и Коржун-Коль. Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Специальная мониторинговая группа во главе с Акимом Ирементаусского района провела рейд на озерах Кобейтус и Тенис. В выходные дни там наблюдалось массовое скопление людей. К другим темам. 8 человек утонуло с начала купального сезона в Алматинской области. 4 из них дети. Такая плачевная статистика озвучена сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. В жаркую погоду люди массово отправляются к водоемам для отдыха. Однако некоторые забывают, что именно в это время происходит наибольшее количество несчастных случаев. Озера Балхаш, Алаколь и Капшагайское водохранилище. Три главных водоема области. В разгар купального сезона их ежедневно посещают десятки тысяч человек со всей страны и не только. Туристы отдыхают, а обязаны спасатели создать максимальную безопасность для них. Дабы не допустить гибели на воде, сотрудники ДЧС Алматинской области проводят водное патрулирование, наблюдают свышек и раздают листовки отдыхающим. Если проплывают лодки моторные, не приближайтесь к ним. Если идите за температурным режимом, температура не переблевает синий при охлаждении. Помимо патрулирования территорий, в обязанности спасателей входит соблюдение порядка и чистоты на пляже. С 1 мая текущего года к административной ответственности привлечено 26 человек. Наложено штрафов на сумму почти 350 тысяч тенге. В числе нарушений купания в нетрезвом состоянии, в ночное время суток, заплыв за буйки и выход на воду на самодельном плоту. Для организации безопасности в летний период на крупных водоемах области функционирует 5 стационарных спасательных станций со штатными спасателями. Все они ежедневно выходят на водное патрулирование и профилактические работы совместно с сотрудниками местной полицейской службы, детскими инспекторами, ювенальной полиции и волонтерами. Спасателями Копчегая при патрулировании и по вызовам уже спасены порядка 20 человек. В большинстве случаев люди пренебрегают правилами безопасности на воде. Просим граждан соблюдать все правила безопасности, купаться только в специальных отведенных местах. Несмотря на проводимую работу с начала года на водоемах области утонули 8 человек. 4 из них дети. Статистика удручают. Спасатели ДЧС региона предупреждают, не будьте самонадеяны. Спасатели не в силах спасти всех и каждого. Естественно, они приложат все усилия, чтобы не допустить гибели на воде. Однако спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Дамира Анитов, телеканал ЖТСУ, при содействии департамента ПЧС Алматинской области. Тотальная дезинфекция проходит во всех уголках Алматинской области. Обеззараживаются все места массового пребывания людей. Концентрированным раствором гипохлорита натрия орошаются улицы и тротуары, детские и спортивные площадки, территории торговых домов и многоэтажного сектора. Поделив Талдыкурган на секторы, власти областного центра контролируют проведение дезинфекционных работ. Под прицел ежедневной санобработки попадают прилегающие территории всех домов многоэтажного сектора, больниц и поликлиник. Не остаются без внимания проезжие части пешеходной зоны. Всего дезобработкой охвачено 275 дворов и территорий 753 многоэтажных домов. В санитарных работах задействовано около 30 человек и 9 единиц спецтехники и коммунальных служб. Дезинфекция проводится не только днём, но и в ночное время. Мы проводим ежедневную дезинфекцию города. Сейчас обеззараживаем улицы, детские площадки, спортивные территории в микрорайоне Каратал. В центре Талдыкургана уже провели обработку. Сейчас во время усиленного карантинного режима работаем без выходных в три смены. Дезинфекционные мероприятия по поручению Акима области усилили во всех районах. Под особым вниманием общественные места, детские площадки и прилегающие территории медучреждений. Санобработка охвачена более 21 миллиона квадратных метров. Работы ведутся круглосуточно и повсеместно. Из резерва Акимата области на дезинфекцию территорий и объектов региона выделено порядка 330 миллионов тенге. В санобработках задействовано более 60 единиц спецтехники. К дезмероприятиям также привлечены 35 субъектов частного бизнеса, с которыми заключены договоры на сумму более 194 миллионов тенге. Власти Алматинской области убедительно просят жителей региона отнестись с пониманием к профилактическим мерам, ведь они направлены в первую очередь на сохранение здоровья населения. Больница едет к вам. В связи с осложнением эпидситуации в регионе, помимо службы скорой помощи граждан, обслуживают мобильные группы. Это специализированные автомобили-фургонные, которые перемещаются по отдаленным и малонаселенным районам. В них можно получить помощь узких специалистов, сдать анализы и даже диагностировать заболевания на современном оборудовании. Две такие бригады есть в Алакольском районе. Общая территория разделена на участки. В поликлинике действует специальный колл-центр, где операторы принимают вызовы и информируют ответственного врача, мобильной группы о месте и состоянии больного. В день на телефоны горячей линии поступают до 100 звонков. Дополним, в Алматинской области функционирует 25 мобильных бригад. В состав одной бригады входят два врача, общие практики и сотрудник Акимата. Мы ежедневно ездим по отдаленным районам, проверяем состояние пациентов. Мобильные медпункты особенно полезны людям зрелого возраста. В связи с коронавирусом им запрещено находиться на улице. Особое внимание также уделяем людям с сахарным диабетом и гипертонией. На Дальнем Востоке возобновились акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицы вышли жители Хабаровска, Комсомольска, Намуре и Владивостока. В манифестациях в Хабаровске приняли участие по оценкам СМИ от 15 до 50 тысяч человек. Митингующие призывали освободить Фургала. Напомню, губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Через день Басманский суд в столице арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в организации двух убийств и покушения на убийство. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к этим деяниям. Несогласованные акции в связи с арестом Фургала проводятся в Хабаровске с конца прошлой недели, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Антиправительственные демонстрации прошли в Израиле. Тысячи жителей Иерусалима и Тель-Авива вышли на центральные улицы городов, требуя отставки премьер-министра страны Бениамина Нетаньяху. Демонстранты, недовольные о реакции правительства на растущую эпидемию коронавируса, которая привела к разрушительным экономическим последствиям, перекрывали улицы, жгли мусорные баки, били в витрины и бросали в полицейских камни и яйца. Правоохранители для разгона митингующих применили водометы. По сообщениям местных СМИ, около 30 человек задержаны. По данным Министерства здравоохранения Израиля, выходное число выявленных случаев COVID-19 в стране увеличилось более чем на 1700 и приблизилось к отметке 50 тысяч. Количество умерших достигло 400 человек. Рэпер Кенни Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, провел первую предвыборную встречу. Состоялась она в Южной Каролине. На мероприятии присутствовало около 200 человек. Музыкант вел себя нездержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию. Уэст затронул животрепещущие вопросы американского общества, такие как иммиграция, расизм и политика нынешних властей. Рэпер подчеркнул, что у него нет финансирования, но есть платформа, чтобы выдвигать идеи. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова